Давайте еще посмотрим варианты. Очень часто просят рассказать о каких-то сервисах, которые для детей разных возрастов. В последнее время мне часто очень приходят вопросы про дошкольников. Я немножко не специализируюсь на дошкольниках, у меня ближе чуть постарше дети. Но вот этот сервис, в общем-то, неплохо. Если у вас дошкольники умеют читать, писать, то можно даже его попробовать. Сервис называется WriteReader. Он вообще предназначен для детей. Здесь очень простые книги, вот примерно вот в таком формате. Картинка, текст, картинка, текст. Все очень просто. Кнопок здесь совсем мало. Все переведено на русский язык. И детям даже не нужно регистрироваться в этом сервисе. Зарегистрируется учитель, то есть вы, либо библиотекарь, например. А дальше вы можете коллективно вместе с классом создавать работы и размещать их на книжной полке. Давай сразу книжную полку покажу. Вот такая книжная полка. Вот это могут быть работы класса. Как видите, они все такие стандартно оформлены. Но в этом, наверное, и плюс, потому что тут все очень просто. И не нужно тратить время для того, чтобы разобраться, что есть что. Но давайте по порядку. Поговорим сначала о том, что предлагает этот сервис. В бесплатном тарифе можно создать 60 книг на класс. То есть это вполне себе неплохой тариф. Можно попробовать. После того, как мы в нем зарегистрируемся в этом сервисе, у нас автоматом создастся этот самый класс. И мы там становимся ведущими. Добавляем туда учеников. От учеников ничего не надо. Вы самостоятельно вводите их имена, фамилии, составляете список класса. И на каждую фамилию выдается автоматом логин и пароль. Эти карточки с логинами и паролями можно даже распечатать и раздать в классе. И по этим логинам и паролям ученики заходят внутрь класса и начинают работать. Учитель может создать шаблон. То есть создать вот такую примерно книжку, как у меня сейчас на экране, и сделать ее шаблоном. Ученики, когда зайдут в класс, они увидят его и смогут сделать ремикс на его основе. То есть скопировать эту книжку к себе и там ее отредактировать. И получится у вас много-много книг по одному стандарту. Например, можно так сочинение задать, как я провел лето. Сделать шаблон, подписать там в шаблоне, что и как, куда что добавлять, где что писать. И чтобы дети творили по вот такому вот схеме. Либо они могут сделать самостоятельные книги. Не обязательно им подсказки учителя. Вы можете задать тему, но дальше они самостоятельно разберутся. Что здесь из интерактивного? Из интерактивного здесь есть возможность добавлять озвучку. Кроме текстов и картинок. Каждую страничку можно озвучить. Для этого подключаем микрофон и начитываем. Там очень простая, всего одна кнопка. Нажимаем ее, рекорд, такая, ну красная кнопка, мимо не пройдем. Нажимаем на эту кнопку и держим и говорим текст. Отпускаем, все, текст записан. И тут же в книжку вставился на эту страничку. И так каждую страницу мы можем озвучивать еще дополнительно. У учителя еще больше возможностей. Здесь есть возможность написать комментарий к ученику. Вот я подписала тут кнопочки, чтобы было понятнее. Как это работает? Вы заходите в класс, видите, что ученик создал книгу. Открываете ее. У вас, как у учителя, есть возможность редактировать книги, оставлять к ним комментарии ученические. Вот, вы можете ее прокомментировать, нажимаете на значок с облачком речевым, ну и подписываете свой комментарий. Нажимаете на кнопку «Сохранить» и в следующий раз, когда ученик зайдет в свой аккаунт, он сразу увидит ваш комментарий. В качестве комментария вы можете ему написать, оценку выставить, подсказки какие-то дать, там, дополнить, расширить и тому подобное. Более того, здесь есть, здесь сам шаблон страницы состоит из двух частей. Вы можете дописывать ваши комментарии и замечания, даже внутрь книги, внутрь самого шаблона. Страничка делится на три части. Картинка, текст ученика и в конце, в самом низу будет текст учителя. На просмотре его никто не увидит, этот текст учителя. Вот если вы по ссылочке перейдете, где у меня про планеты, там на последних страничках вы в конце увидите пустые места. Вот здесь предполагается комментарий учителя. То есть его может увидеть только ученик и сам учитель. Обычным зрителям он будет не виден, просто будет пустое место. Для чего это нужно? Опять-таки для корректирования, для совместных проектов, там что-то пояснять, дополнять, какую-то дополнительную информацию ученику вбрасывать и тому подобное. Вот. Поэтому в целом этот сервис рассчитан на совместную работу. В самых разных форматах, в самых разных случаях. Если вы хотите поделиться книгами, ну, например, у вас есть родители, которые очень хотят увидеть, что же вы делаете такое с детьми, то здесь есть такая опция «Читальный зал». Вы можете книги вашего класса, не все, только те, которые вы отметите, сделать к ним общий доступ и родителям отправить ссылку. Ну, вот пример такого читального зала я вам уже показывала. Вот отметили мы сколько-то книг, сделали из них «Читальный зал», они на таких полочках поместились у нас. И вот ссылку на эту полку мы отправляем родителям, чтобы они посмотрели и порадовались. Вот так это работает. Вы, как учитель, сами управляете доступом. Можете открыть доступ к книгам, можете закрыть. Тут ведущая роль ваша. Вот. В целом, вполне удобный сервис, очень интересный для совместной деятельности, то, что надо. Ну, и простой – это главное. Да. Да.